Всем доброго время суток! Всем привет! Мы рады вас видеть на нашем канале. Пчеловодный сезон начался и работы у пчелок прибавилось. Также прибавилась работа и у пчеловодов. Мы занимаемся тем, что натягиваем рамки в проволоку и наклеиваем вощинку электрическим способом. Для этого тоже будет у нас там видео. Для тех, кто начинающие пчеловоды, хочу показать вам свой стол. Обыкновенная доска. Стол рабочий с двух сторон. Здесь мы натягиваем проволоку, а здесь мы клеим вощинку. Почему две разные досточки? Потому что рамки размеров разные. Так я клею на высокую рамку мою. Вот это я использую для маленькой рамки 145. Поэтому у меня такая щель тут. Также я сделал из металла. Вот катушка-держатель такой, видите? Он сделан с язычком под низом, который держит проволоку. Все просто. Берем проволоку и моток. Берем гвоздик и вставляем. Все. Получается. Видите, она держится и не размоторится. Все. Начинаем натягивать проволоку. Когда я собираю рамки, я вставляю бронзовые втулочки, чтобы проволока не резала боковушку. Видите? Многие делают, просто стейпл прибивают и проволока идет через над стейплом. И тогда стейпл держит ее. У меня была возможность купить такие. Я купил. Можно сделать и проще через стейпл. Рамка ложится во фрейм. Натягивается проволочка. Так. Так. Ну и получается 4 проволочки на рамку. Когда я делаю на короткую рамку, 145-ку, там только 2 проволочки у меня идет. А здесь, по-моему, 230-я рамка. На нее мне идет 4. Закреплять я приобрел такие гвоздики. Они больше похожи на клепки с большой шапочкой. Я ее так наживляю. Я делал и на стейпл, но здесь у меня нет стейпл гана. Ему надо компрессор. А это все в шапе. А я делаю это дома. Поэтому можно и гвоздички. Ничего страшного. Все. Вы затянули. Подправляете ее. Берете плоскогубцы. Я закусываю и использую этот угол как левередж. Подправляю проволочку. И в то же время подтягиваю. В это же время я подтягиваю. Потом раз. Один оборотик делаете. Два. Три. И забиваете. Все. Откусываете. Или ломаете, как вам удобно. Все. Машу. Сегодня хочу поделиться, как я наващиваю рамки. Пчелиный сезон в самом разгаре. Пчелки работают, размножаются. Вот. И каждый пчеловод встречается с проблемой, что нужно наващивать вощинку. Такая вощинка у нас. Мы покупаем ее. Кто-то сам делает такой большой пасеки. Мы покупаем. Вот. И раньше я наващиваю. Такая. Я потом вам покажу, как я натягиваю проволоку. Натягиваю проволоку. Видите, стейплсы здесь. Так. Мы ее вставляем. Раз. Немножко сгибаем ее. У нас в верхней планке и в нижней у нас пазики. Она там остается. И раньше я использовал вот такие ролики. Видите? Вот такие ролики. Вот такой ролик у меня есть. И начинаешь вести. Она вдавливает ее. Раз. Тин-тин-тин-тин-тин. И вдавливает. Но очень плохо. Постоянно отрывается. Очень плохо прилипает. Зависит от температуры. Сегодня дождичек. Прохладно. И она вообще не клеится к проволоке. Потом я высмотрел на интернете, что можно делать электричество. Высмотрел на интернете, что можно делать электричество. Когда подаешь электричество на проволоку, проволока разогревается и она вдавливается, впаивается в овощинку. Это хорошо при любой погоде. И у меня дома валялись вот такие вот трансформаторы 120 вольт на 24 вольта. Но они оказались слабенькие. Всего 20 вольт ампер. Это я подключал к резетке, а вот этими проводками касался проволоки. И что вы думаете, я спалил их два. С них пошел дым и все, они сгорели. Одного раза мне не хватило понять, что не будет работать. Поэтому я придумал такую вещь. Аккумулятор с машиной. У меня этот аккумулятор слабоватый и чтобы его не садить, я сразу зарядное устройство подсоединил к нему. Но я думаю, если аккумулятор заряженный, то это не обязательно. Подсоединил два провода, желательно толстых провода. Плюс и минус здесь не важен. Вот у меня один провод другой, чтобы не попутать их. Потому что им соприкасаться нельзя. И подсоединяем. Я пробовал подсоединять к этому и к этому краю, чтобы сразу все четыре проволочки запаивались. Но тогда очень неудобно контролировать его. И я решил, что лучше по одной. Я чуть-чуть делаю прессер на рамочку, подсоединяю один электрод и второй. Буквально чуть-чуть плохой контакт. О, видите, раз, и все, и следующее. Буквально одну секунду. Раз, она впаивается при любой погоде. Конечно, проволочка может быть кривая. Овощинка эта кривая, она не впаивается равномерно, но довольно неплохо. Она нагревает ее великолепно. Если передержите, она врезается насквозь. Поэтому это нужно так научиться. Вот и все. Впаялась и тут прямо хорошо впаялась. И она впаивается, и вощинка тут же застывает воск. Вот видите. И все, еще одну попробуем. И получается даже в такую прохладную погоду великолепно получается. Все, ты снимаешь? Да. Сейчас еще одну попробуем. Опа. Конечно, можно приспособить какие-то получше контакты. Но это так, на скорую руку. Раз. Можно еще раз. Раз. Все. Все. Раз. Получается, мощности аккумулятора хватает великолепно. Чтобы это может чуть-чуть тут подбавить. Ну, опять же, главное, чтобы у вас была палочка такая. Видите, у меня досочка выпуклая. И она прижимает вощинку с той стороны. И все, проволочка великолепно впаивается. И, главное, вот застывает. И все. При перевозке ничего не будет отрываться. Заставляете, храните хорошо. А вот этими роликами постоянно отрывалась. На пасеку придешь ставить, а она висит. Это овощи на ней надо поправлять. Плохо получилось. Так что отличный способ. И довольно просто. Будьте с нами. А пойдемте, я вам покажу мой шифонер для рамок. Для суши, который я сделал. Все в гараже. Поехали. Давайте! Настюй! В Lage offered له Shuttle day! все мама прибрал тошносе новыми вот это мой шифонер где тут я сделал полочки эта пленка у меня щели были заклеены мои крючочки дверки открывается и получается моя сушь видите сейчас я наващиваю ващинку и тоже вожу туда чтобы нам было готово когда надо после работы приехал закинул поехал пчелкам поставил вот это сушь моя это магазинные рамки видите даже еще мед остался запечатанный вот как я борюсь с молью значит что я делаю я беру такие вот стаканчики одноразовые порезал поменяю два штучки здесь я наливаю концентрированной уксусной кислоты тут у нас продается только в русском магазине американских магазинах она вся пяти шести процентная уксусная кислота это 70 процентов даже выдам тайну 250 стоит кто в россии смотрите у нас два с половиной доллара стоит такая бутылочка можно делать бизнес меня присылать я буду покупать и все я наливаю где-то вот так по сантиметру и оставляю на рамках это дверку закрываю для большей плотности я щели скотчем закрывает это она уже отпала я снял и и все это кислота испаряется опускается на рамки она тяжелая одна тут стоит все простояла всю зиму ни одной моли ни одной плохие ничего не заводится единственное когда я рамка по весне готовится чтобы поставить ее в гнездо я беру рамку и впрыскаю водой на не чистая чистая водичка с двух сторон попрыскал и все тогда она пчелки лучше ее чистят эту рамку и кислота если какая еще она разбавляется водой и пчелы охотно эти рамки забирают принимают чистят если медок остался они все это перерабатывает ничего страшного они все это очищает вот такой у меня ящик где-то с мой росток по моему около 300 рамок лазит туда на мою маленькую пасеку 10 семей это более чем достаточно оставайтесь с нами подписывайтесь на наш канал пальцы кверху пока пока